Это надо заснять даже. Не надо! Ты же просила меня, что ты моешь унитаз. Вот я тебя и снял. Да? Да. Ну сейчас, я же самая основная не начала мыть. Да? Да, ничего себе. Привет. Что так скромно? Папа убирала. Папа лечо взяла. Помыла раковину в банной. Ничего себе. Идешь ты поубирала, а ну покажи. Вот, и постирала халат. И... Ай! Ай! Раковина чистая. А кран не чистый. Почему-то он не оттирается вообще-то. Да, она... Смотри, как блестит, ничего себе. Он не оттирается. Ну ты умничка. И я хотела еще один халат постирать. Но пока я стирала, машинка подвинулась в сторону. И я не рискнула ее двигать сама. Да, не трогай. Не дай бог вообще. Пусть она там и стоит и так вот передвинутая. Плохо. Она же будет биться. Ничего, не умрет, блин. А, ты проветриешь, да? Да. А, ну нормально. Трицепт подвинулась. Передать уснуть. Все, машина приходит завтра. Ну, в 6 утра, то есть придет, мне надо машину запирать. Вот так, ребят, в Финляндии уже доставляют машину полностью. Я забираю ее утром в 6 утра. Прям сюда подвезут мне к подъезду ее. Продолжается? Операция унитаз? Да. Может, не мой его? Да. Вот так. Как застукал я тебя. А ты эти моющие, да, вот у желтой все? Да. Ты как раз вовремя, Женя. Ну да, это точно. Чего тут только нету. И ресницы мои нарощенные. Где, в туалете? Как они тут вообще оказались, я не знаю. Вот видите, не стесняется, моет унитаз. Нет, о чем не стесняется? Что стесняется? Показываешь только, да, плохо. Да? Да. Ну, не показываешь всегда, когда вы... А сейчас хорошо? Сейчас хорошо, только на кухне я еще не убирала. Ну, сейчас проверим. Нет, не надо. Вот что она. Ну, пиво, ладно, это грян пиво. А я еще буду убирать. Боже мой, что тут, ребята? Вот что тут. Не, я знаю, да не, она все поубирает. А я знаю, что ты не бить, нет. А я знаю, что ты все сейчас наведешь вообще. Я же буду убирать. Полный этот. Ребят, кому подарить колонки? Кстати, ты говорил, что отнесешь их к подвалу? Что-то ты ничего не... Я не знаю этого, не знал. И вот она приедет, приехала и сейчас расскажет, о чем будет разговор. Что-то очень страшное. Так что, видимо, 18+. Да? Ну, как сказать, очень страшное. Ну, пускай будет 16+. 16+. Ладно, 16+, уберите, пожалуйста, детей от экранов, пожалуйста. Потому что, может, что-то она сейчас тут расскажет, а может, и покажет. Ну, ты же не будешь раздеваться? Нет. А, ну, все нормально. Не сегодня. Не сегодня. Она сегодня не будет раздеваться. А сколько она тогда следующей серии? Вырубай этот, блин, телек. Что она тут смотрит? Не знаю. Ой, я включу звук просто. Хорошо. Вероника, давайте, расскажите, что у вас вообще случилось. А по какому, именно, врачу тебе рассказывать? У меня же их было три. Ну, по-самому ты сказала, тебе сказали, буду делать операцию. И что-то там очень страшное, что-то долбить, ломать. Давай я буду по очереди рассказывать. Давай. Пошла к Яне. Сама ли мне? Не знаю, кто такая. Яна, это мой лечащий врач, у которого я стою на... Это молодая девуха? На учете по берегу. Сколько ей лет? Лет 30. 30? Янка? Да. Это Янка на нее говорит. Ё-моё. Она тебе старше на 5 лет. Ну, это с уважением, Яна. Ну, она же врач, понимаешь. А на улице, с кабинета она выходит, Янка. Она очень хорошая, да. Она хоть грамотный врач. В 30 лет? Ну, она очень хорошая и добрая, и переживательная. Нет, тут не по... Катя очень хорошая и добрая. Здесь главное, что должно быть. Я не знаю, посмотрим. Правильный врач. Дай нам показать. Правильный, грамотный врач. Я же не знаю, грамотная врач. Врач это вообще узкопрофильная профессия. Ну, ну, дальше. Набрала анализы, пошла к Яне. Яна сказала, что у меня анализы нормальные. И она не понимает, почему у нее болит живот. Девочки, у нее болит живот. Тянет живот? По-разному. Ну, что там делать? Симптомы объясним, потому что здесь огромная аудитория. Здесь врачи тоже сидят, поверьте. И намного круче, чем... Я никогда просто не понимала, вот когда я прихожу к врачу, и меня спрашивают, как у тебя болит живот. А как у вас можно описать? Ну, как он может? Тянет, ноет, вверх-низ живота, середина живота, бок. Что ты испытываешь? Какие боли? Ну, просто прикиньте. Ты издеваешься, да? Ребята, если бы вы видели, наблюдали, что он сейчас делает, она и так уже закрывается. Ну, как? Ну, оно каждый раз по-разному. Да? Одно время сильно, одно не так. Ты можешь описать степень? Блин, мне кто-то звонит, подожди. Давай подумай, степень боли. Сейчас. Блин. Братанчик, слышишь, я тебя чуть позже наберу, я снимаю просто видео сейчас. Да, блин. Ага. Степень средняя. Степень средняя? Средняя, приблизительно. Ну, вы все слышали, средняя степень, хорошо, я понял. Болит живот, я не могу объяснить, ну, болит. Ну, понял, просто болит. Просто болит. Часто это бывает? Часто. Часто, да. Ну, такое ощущение, что я врач. Они все это расспрашивают. Окей. Она сказала, что больше всего это от моих нервов, что я очень нервничаю. Выписала мне успокоительные таблицы. По какому поводу ты нервничаешь? Что тебя беспокоит? Нет, взял бы этот вопрос. Ну, желательно. Ну, тут же как бы все собрались реально люди, правильно? Меня в этой жизни беспокоишь только ты. Я? Мой сын еще. Ого. Будущее с тобой. Ммм, ничего себе. То есть я, значит, виноват в том, что... Я не говорю, что ты виноват. Я просто переживаю, нервничаю, когда мы там что-то не так. Что-то я тебе не так скажу, или что-то ты мне не так скажешь. Или что-то у нас случается с тобой. Ага. Я переживаю, нервничаю, расстраиваюсь. А это, как ты знаешь, беременным нельзя. Беременным надо гармония и баланс. Дальше. Самый главный вопрос. Нет, давай же по порядку. Хорошо. А что там? Вроде бы два раза. Стоматолог. А, еще стоматолог. Что? Ты, ё-моё, что-то тебя разбирают, блядь. Ты в 25 уже распадаешься. Надо было прикладать тем фотографиям, как я у стоматолога сидела. Мама говорит. А у неё с стоматолога это маминая подружка. С детства она у меня там маленькую, еще на ручках носила, на день рождения ходила. И говорит, пока у тебя сильно животика не видно, пошли к стоматологу, чтобы посмотрела твои там, что там у тебя с зубами, сделала у тебя зубы. Я ж настраивалась, что ты показываешь? Ничего. Я ж настраивалась, не посмотрела, говорит, нет, у тебя ничего нет, и всё нормально, для тебя надо делать чистку зубов. Будем делать или нет? Я говорю, я говорю, с тобой рассчитаюсь потом или нет? Я ж не знаю, может эта чистка стоит там 2000 грен. Да, да, я показываю колхоз этот. Не, у меня всё порядочек, салфетки, аккуратно, всё. Сумочка на резерве. Начинает он её включать, она очень сильно, очень странно жужжит. И, короче, чистит мне не сами зубы, а типа там, где Десна, короче, что-то там делает, не знаю. Я понимаю, что у меня уже полный рот слюны, а она ж не поставила вот этот, надо отливать, короче. Она плюет. Я плюю и понимаю, что это не слюна, а у меня полный рот крови. Вот так полный рот просто, чтобы ты понимал. А ты шо? Я плюю и у меня начинается паническая, на фоне того, что у меня полный рот крови. Вот так. Она только два зуба почистит. Чтобы ты понимал, она мне чистила нижние зубы, верхние. И после каждых двух зубов у меня полный рот крови. Мне после каждых двух зубов надо было плевать. А что ж такое? Это неправильно делает. Плевать этот. Она говорит, что я как-то очень сильно запустила зубы. И я никогда не делала чистку зубов за 25 лет. А я ее нужно делать как минимум раз в год. И надо было делать чистку. У меня там что-то позабивалось. И я же, короче, когда зубы чищу, я постоянно кровью зубы чищу. У меня с десен кровь идет постоянно. Я не могу нормально зубы чистить. Я уже и такую зубную пасту, и такую, и такую, и такую. Только к зубам прикоснусь, у меня сразу вся щетка красная в крови. Не могу чистить зубы. Постоянно у меня... Тебе надо зубную щетку было... Ой, зубную пасту у меня. Так у меня разные пасты были. У меня и для десен, и для кровотечения. Это все за то, что ты не пьешь молоко и не ешь рыбу. Кровотечения, короче. И оно так больно. Она как будто не в десну чистила, а в душу прям. Это очень больно, я тебе говорю. Она говорит, ну ладно, может, давай почистим сегодня нижнее, потом верхнее. Говорю, нет. Давай сразу и верхнее, и нижнее. Крови наплевала я там, конечно. У меня вся кофта грядная была, все грядное было. Собственность. Оно во все стороны, короче. Ты чай пила сладкий, когда пришла домой? Нет. А чего? Ты знаешь, что после, когда много крови теряют, надо пить сладкий чай и шоколад кушать, он восстанавливает. Не знаю. Ну, в следующий раз знаю. Просто сладкий чай пить. Сладкий чай не пил. Ну, надо сладкий чай было попить. Или шоколадки поесть. Короче, и это, чтобы вы понимали все. В один момент. Сначала Яна, потом стоматолог, и потом третий врач. Думаю, ты шо ж такое? О, шо ж за третий? Мне только 25 лет, а уже таки не помню. Уже распадаешь. Слушай, ну, третий врач. Вот тут вот сейчас будет, наверное, самое интересное. Третий врач? Это благодаря Жене такое случилось. Какому, Жене? Третий врач. Какому? Какому? Какому моему единственному. Где этот наглец, бля? Я не понял. Когда Женя заболел коронавирусом, я приехала к Жене, заболела тоже. И у меня насморк. Так ты шо? И я капала каплями для носа, и потом к ним привыкла, и теперь не могу без них спать. То есть я, когда ложусь в горизонтальное положение, у меня не дышит нос, мне приходится дышать ртом. А это очень плохо, когда привыкаешь к каплям. Оно идет как какое-то прям наркотическое... Хорошо, дальше. И? И как же ж мне ее отвыкать от капель? Пошла я к лове. Пошла, прихожу к ней, говорю, вот так и так у меня такая проблема. Она, шо ж с тобой делать, шо ж с тобой сделать? Посмотрела у меня в нос и говорит, так у тебя перегородка кривая, тебе вот это может оно и дает тебе. Оно может давать, кстати, головные боли, за что у меня голова болит, потому что оно как-то от носа не идет, не идет кровь, не поступает кровь в голову, и она может голова из-за этого болеть. И, ну, и вот это, честно говоря, она сказала, что надо мне ровнять перегородку, делать операцию. А я ради интереса посмотрела в интернете, как это ровнять перегородку, там тупо побитый нос. Синяки под глазами. Синяки под глазами. И восстанавливаться после него два-три месяца. Ё-моё, это получается ломают нос. Ломают. Ломают нос. Ну, ты этого не чувствуешь. Это просто вот так вот делать. Чик. И все. Просто вот так. Я не хочу об этом думать. Но делать это придется. Ну, наверное, сейчас не получится. Там же ж наркоз. Ну да, ты беременна, тебе сейчас нельзя, да. Наркоз сейчас не будет. Боже, это так страшно, пипец. А когда родится ребеночек? А, ну, когда ты делаешь операцию, ровняешь перегородку, нельзя, ну, пока вот этот период, пока ты по продажам, нельзя голову опускать вниз, нельзя физически укрепить. Да, я знаю. Там что-то, ну, в общем, голову наклонять нельзя, ну, короче. Да, это, конечно, плохо. Ну, тебе в любом случае это делать надо. Да, именно, да. И у меня будет ровненький носик. Так я тебе только хотела сказать. Ты можешь себе просто уже операцию сделать, ту, которую ты хотела, там, мечтала. Ага. А что, это дорого стоит? Конечно, это дорого стоит. Я максимум, что я смогу это сделать, я за счет того, что у меня кривая перегородка, у меня носик на правую сторону. Ну, тебе не видно ничего, что у тебя кривой нос. А так он будет ровненье в эту сторону. Ну, не видно, что он у тебя кривой. Маленького, конечно, не получится. А ты только операцию делай, если ты хочешь. Маленький, очень мило, застрой. Она мечтает себе нос сделать. Я всегда мечтала. Я не хочу сисек, не хочу писек, там, и всего остального. Нос, да? Я всегда всю жизнь свою, я всегда мечтала сделать нос и зубы. Зубы я уже более-менее подделала. Кстати! Так у тебя нормальный нос, я не знаю. Я хочу маленький, я хочу маленький кукольный. У меня длинненький нос, а я хочу маленький, такой коротенький. Нормальный вот это, у меня он ровненький, типа. У меня он худенький, но у меня он длинненький. А я хочу коротенький. Да зачем короткий нос, блин? Ну, я хочу маленький, а у меня он красивый, тоненький, не толстенький, типа, аккуратненький. Но я хочу маленький. Проверю, что ты там на кухне наделал. Проверю. Ну, хочешь сейчас, набеспределила тут. Ооо, так бы шо. Как тут все... Первый раз такой. Так ты шо. Первый раз такой, а у Ники чистый. Ничего себе. Не, ну я найду к чему приип. Я и коврики грязные помыла. Кстати, да, они были очень грязные. А, стол не помыла, молодец. Помыла вообще. А шо это такое? Цвет. Так это стол таким цветом. Да? Не стыдно, а? Стол, ты шо, ты моешь, блин? Не стыдно? Нет. Ой, хипленно ты, блин. Сучка. Сейчас посмотрю. Я же найду сразу. Смотри, как красиво все было. Ооо, да, классно. Угу. Я яички достала, все красивенько расставила. Да? Угу. Класс. Мне нравится. Йогурт не будешь? Пробовала? Я не люблю йогурт. У меня такой вкусный. Молоко, наверное, уже звездец пришел. А ты еще сегодня хотел молоко покупать. Одно не пьешь. А сколько стоит от этого бутылочка молочка? Ну, это подороже стоит. Ну, сколько? Я не знаю. Ну, ты в близи. Ну, не знаю, блин. Честно. Или в 30? Или больше? Я просто не покупала. Я даже не могу тебе сказать, я не понимаю. Я не смотрю на цены. Не, ну, хотя уже надо. Сметану ты покупал, надо делать. Я завтра перемену. Да, кстати, перемену со сметаной. Это ж я уехала. Наливаем. Пирожки с капустой. Классная штука. Ох ты, е-мое, хоть бы не разлить. Смотри. Что я тебе принес? Держи аккуратно, там еще горячий чай. Не держи за ручку. Вау, боже. Давай я возьму, потому что ты сейчас разорвешь. Боже мой. Ты видела? Да, ты что? Это если бы я такое утром получила, я... Почаще будь беременной. Я бы умерла от счастья. Прекинь. Спасибо большое. Один мне, один тебе. А можно мне красиво, а тебе нет? Любой, выбирай любой, вообще, какой хочешь. Мне вот этот, а тебе вот этот крибочек. Давай, любой, пофиг. Пипец, бля. Вау. Ну тоже, учись. Сахар не кидаю? Сахар? В смысле? Одну ложку. Да я ж напью салфа. Я столовую ложку еще кидаю. В смысле? Пупец, бля. Да я шучу. А скажи, я именно делаю лицо такое, что 100%. Ну вот ты ж браку. Чего я? Я же не понимаю, что ты правда подал на сумку. Нет, да что, ты поверила? Конечно. А то по мне видно, что я в нем. Веришь мне постоянно? Я всегда знаю. А я тебя никогда не обманываю. Я могу только пошутить. Но не обмануть. Ладно, я пошел купаться. Сына, а ну иди сюда, посмотри. Это ты такую коляску показывал? Сейчас, посмотри. Смотри. Сейчас, сейчас, Женечка. Сделай тише, я ни хера не слышу. А, вот она. Ты не помнишь, ты мне скидывал коляску, говорил, что она А. А, да, вот эта классная коляска, пипец. Такая? Ребята, видели меня? 16 тысяч стоит. Я знаю. Я знаю, я видел. Пипец, она такая офигенная. Она офигенная была, которая это скидывала. Не, понимаешь, Женечка. Она охеренная. Она как космический какой-то Илона Маска корабль. Ну, это вообще, это сверхмодная коляска. Понял? Это прям вау. Это как айфон иметь. Ну, просто они не скинули, там должна быть люлечка. Вот такая. Они скинули только вот такую. Вот это идет прогулочный блок. Да, а еще один. Это уже на старшего ребенка. А для новорожденного должна быть вот такая. Вот это прогулочная. Прогулочный блок. А вот это люлечка для маленького ребеночка. Да, так есть она. Ну, я там не видела люлечки. Я видела только, она же вроде с прогулочным блоком была. Ты пополнила. А сколько она там стоила? Дорого? 12, по-моему, чувака дает. 12? За 12. Да, бушную, ну типа в идеале, короче. А новая 16 получается стоит. Ну. Классная коляска. Скажи. Она как космический корабль, я тебе говорю. Нравится такой, да? Ну, мне заходит. Ну, мне просто что-то необычное нравится такое, блядь. Что-то такое. Понятно, как это так, чтобы сын Жени Парученко катался в обычной коляске. Нет, мне... 2013 года, если папа, дед, дед, нарушение, 2000, какого там? Какого 13? Ну, просто, там же коляски, они же разные годы, там. Ааа. 2016, там, диван. Ну, это новые, наверное, вообще. Ты слышишь, коляска за 16 штук, я думаю, что это, блядь, она не дешевая коляска. Пипец. По-любому. Блин, надо купаться, если ты еще. Да, надо было посильнее разогреть. Ты издеваешься, блядь. Когда ты уже родишь, блядь. Успокойся, блядь. Я и так разогрел нормально. Что, еще разогревать? Женечка, не надо, спасибо тебе, пожалуйста, что это заставание. Да, инициатива наказуема. Я даже ценила. Предложила ей пирожочек. Да ты сегодня... Говорит, хочешь пирожок? Говорит, ну, если мне его разогреют, блядь. Да ты сегодня спелка разогрелся. Ну, да, в принципе. Что такое? А ты заметила всегда, когда ты мне что-то говоришь не то, на меня, в мою сторону? Ты постоянно либо отпекаешься, либо у тебя болит живот, либо вот... Это сын, я тебе говорю, его... Ну, я что говорю, не надо. Не надо меня обижать. Не надо меня обижать. Субтитры сделал DimaTorzok